А пока закончили вот такую вот баньку. Шашлыки они, похоже, здесь вообще не любят поесть. Я думал, я сдох. Нет, я не сдох. Я 8 раз сдох. Вот таким вот образом они просто на пол укладываются. Дальше идет вензазор. Дальше идет фольга. Дальше идет фольга. От шлагбаума. В общем, сейчас приедем на объект и все покажу. Ребят, на объект приехали. Сейчас только из машины вышел. Вон Серега выходит. Вот она. Уже банька видняется. Но по баньке будет отдельное видео. Я сейчас вкратце в этом видео покажу. Но вообще обзор по бане будет в отдельном видео. Сейчас пошли смотреть, как парни баню сделали. И, соответственно, обзор вам сниму. Так что смотрим дальше. Здесь у человека дом. Настоящий год разговаривали отшлифовать его, покрасить. А пока закончили вот такую вот баньку. Банька, конечно, вообще шикарно смотрится. Ну, по баньке будет отдельный обзор. Здесь на участке баня стоит купель с выносной печкой. И вон там, вон еще за сосенкой зона отдыха. Вообще так красиво получилось. Место отдыха просто шикарное. Все, мы поехали отсюда с объекта. Обзор будет отдельно, как я и сказал. Специально вам сейчас показывать не стал. Так заинтриговал. Поехал я сейчас в банке на дровах Кости. У нас там есть момент по некоторым элементам для бани, которые хотим вам показать. По купели. Там еще видео по купели сниму. Потому что недавно выкладывал в сторис в ютюбе. Много было вопросов по ценам, по поводу всего, сколько купели стоит. Мы сейчас с Костей начали делать некоторые элементы для бани, которые он применяет в своих банях. Ну вот они для коммерческих бань вообще бомба. Или для тех, кто хотел бы сделать раз и навсегда. Ну, грубо говоря, если, допустим, деревянная ручка у бани, она марается, она отламывается. А вот у него там свои ручки. Так вот сейчас мы себе сайт доделываем по банным печам. Туда добавим некоторые элементы, некоторые материалы, которые Костя использует в своей бане. Сейчас вот как раз поехал этот момент обсуждать и видео по купели снять. Так что поехали к Косте, попьем у него чайку. С Костей поздороваемся, пообщаемся. А оттуда еще расскажу, куда еще дальше поедем. Так что сейчас я к Косте еду. Приехал Костя в баньке на дровах. Пойдемте поздороваемся с ним. Нашел я Костю. Бегал он здесь по баням. Всем привет. Смотрите, какой красавец. Он специально от меня убегает, чтобы я его вот так вот не снимал. Рабочая одежда собственника. Пальчик убери с экрана. Это он будет видеться. Смотрите, вот здесь вот... Вот здесь вот это четвертая же баня, да? Вот здесь вот у него третья баня. Вот такую красоту он делает. Украшает бани по-новому. Внутри сделали, сейчас наружу. Всем баням баня. Лучше бань могут быть только бани. Это будет на троечке написано. Пустили, дядьку еще снять. Видите, каких он здесь наделал. Пошли, покажу. Воинов. Видалы. Сейчас сразу сходу заходим. Пускай нам... Да, я был не готов, извините, переоденусь позже, когда Вовка уедет. Вот еще что наделали. В общем, мы сегодня поснимаем видео, короче, вот по всяким вот таким вот штучкам. Ну, я кратенько вам покажу. Это называется банные приблуды или банные фенечки. Вот по таким вот давай штучкам поснимаем. Вот по таким вот. По дверям. По окнам. По окнам, которые... Собственные модификации. Которые вот эти вот окна. По обливным ведрам. По обливным ведрам. А вообще по купели. По вот таким вот штучкам неубиваемым, которым уже по 5 лет. По купели. Я в сторис выкладывал купель. Вот мы подобную купель сделали, только мы ее еще дерьмом обшили. Много почемушек, да, в них? В общем, в общем, это видео у нас же просто мой день. А отдельное видео будет по всем вот этим вот элементам. Так что мы сейчас с Костей снимаем. Сначала, наверное, чайку попьем. Вот сюда вот, блин. Почему вот такой страх висит в коммерческой бане вообще? Ужас. Они хромированные, красивые там, в задней степени. Ужас. Это же страшно. Сегодня день почемучек. Давай, выходи. Смотри, сколько почемучек. Почему такой страшный плафон висит здесь? Вот, почему такие вот железные часы вообще, которым тоже много лет их никто не менял. Они, блин, не ломаются. Почемучка. Почемучка. О, гигантская почемучка вообще. Вот тоже почемучка. И эта почемучка. В общем, ладно, ребят, это будет отдельным видео. Мы пошли чайку попьем. А потом еще в цех поедем. Давайте. Шашлыки они, похоже, здесь вообще не любят поесть. Вся стена завешана решетками. Вся стена. Маньяки. Мангал стоит. Мы вот по этим элементам, по мангалу в том числе, тоже отдельно видео поснимаем. Ты кого там? Сейчас только что пускай приехал. Он меня травой хочет накормить. Да, это цвет липы сделал. Это вишня сухая. Сейчас еще душицу свежую притащил. Вот так, для своих. Видите, чем топит? Всем подряд. Охренеть, смотрите. Видите дубина? Вот какой она длины. Вот относительно кирпичей, смотрите. Она больше, чем 3 кирпича длиной. Это у него печка топится вот такими вот дрынами. И смотрите, как она туда влетает. Просто на раз. Ее еще можно туда. Смотрите. Опа. Глубина печи. Костя, поляну накрыл. Да. А у него, кстати, сушки вот эти вот обожаю. Офигенные сушки. Да. Это с сыром? Мини сушка с луком. С луком. Луковая вообще. Так, смотрите, что кладем. Здесь у нас, что девочки сказали, в одной душица, а в другой душица с милицей. Так, кладем по богатому липовый цвет с чистейшего озера Урала. А в другую положим, смотрите, вот самые классные вещи с вишней, это листья. Сейчас вишня почему-то не пахнет дикая, как раньше, а листья пахнут вот именно как дикая вишня. Сушите, завариваете вот так по богатому. И вообще обалденно все получается. Так, сейчас будет вкуснотища. У нас, кстати, родниковая вода здесь еще. Не только для тебя, во всех банях родниковая вода вообще залита. Вот Костя принес элементы, которые сейчас снимать будем. В отдельном видео они будут. Вот это вот второе дыхание. Всем привет. Получается, полок здесь, посерединке. Здесь вставляем велотерм. Все скручивается элементарно. Даже если у вас нету куда вкручивать, все элементарно. Покажем, расскажем. Спокойненько ложимся лицом. Отвод крутится куда хотите. Хотите в пол, хотите в стену, хотите там, куда хотите. Дышите. Даже если вы лицом заткнули дырочку, у нас все продумано. Ничего страшного, все равно будет свежее дыхание. Но самую главную фенечку мы будем рассказывать лишь тем, кто купит. Это 50% успеха. Вторую половину получите те, кто купит. И она офигенная. Такое никто не делает. Что там у тебя еще стоит? Что еще принесло? Так, смотри, это ведро. Мы его спаяли год назад. Значит, оно должно быть... Оно уравновешено. Проверяли, все. Оно должно быть на таком хорошем нержавеющем лому. Все уже есть. И стойкий, и лом нержавеющий. 50-литровое ведро с сюрпризом. Поставить некогда, честно скажу. Все некогда и некогда. Все такие арматуры для залива. Вот, ну, наверное, опять в этом году не дойдем. Подходишь, такая педаль, нажимаешь на нее. И на тебя ведро полностью оборачивается. Сколько же здесь уместимость? Полсотни. 50 литров? 50 литров, да. Ну, соответственно, по-серьезному можно висеть. Все на разрыв. Такие вещи мы как бы варим на всю Россию. Соответственно, всякого пластика много заказываем. И у нас отсюда интересные цены. Даже заказывая одну-две штучки для себя, у вас цены будут гораздо выше, чем... Выше? ...объемов вот этих, да. Посылаем по всей России, по всему миру. 65 позиций высылаем. Я думаю, стоит всем показать прям вот реальную, что высылаем. Потому что каждому человеку что-то приходишь, ну, надо. Недавно в деревенской бане парился. Я думал, я сдох. Нет, я не сдох. Я 8 раз сдох. Вот если бы была такая штучка, я бы все равно сдох. Но хотя бы клиентам было бы легче, понимаешь. Они в этом пору вообще жить не могут. В деревенском, в густом, в тяжелейшем. Вот. А такая штучка должна быть в каждой бане. Не потому, что я там ее продаю, да, к примеру. А потому, что это, ну, извините, требования сегодняшнего дня. Ну, не такие вот. Ребят, я вот эту баню, которую у Сереги переделываю, я ему вот это вот второе дыхание тоже туда ставлю. Ну, вы там в бане увидите. В общем, отдельно в обзоре будет. Я специально приехал сегодня обсудить и снять вот эти вот элементы. Пошли мы с Костей снимать. Погнали. Ну, все, от Кости я уже уехал. Приехал сейчас в цех. Сейчас сюда должен Руслан приехать. У нас совещание будет. Пойдемте, немножко покажу, что в цехе происходит. А я здесь еще допишу видео по купели. Как мы купели, деревом обшили. Но это опять же будет в обзоре по купели. Пойдемте в цех сходим. Видите, маскируемся. У нас здесь над воротами написано ремонт и обслуживание грузовых автомобилей. Вывеску старую мы не сняли. Сейчас мы себе еще заберем вот этот вот машина тут ездит. Заберем себе вот этот вот еще пряний цех. А вот он, наш существующий цех. В ту сторону, километра полтора, там еще у нас один цех есть. Парни делают заготовки под мебель. Здорово всем. И вот он у нас цех. Стоит одна ефремовская баня. Готовится уезжать. Ну и делается еще. Здесь закладывается баня по проекту «Удачные решения». Вот видите, сейчас как мебель выглядит. Вот таким вот образом. Такие вот дощечки. Вот парни их на входе и делали. Вторая ефремовская баня. И вот там третья ефремовская баня. Вот такой вот. А, и вон купель стоит. Сейчас я по ней сниму. А здесь уже, видите, уже заготовлена доска для полков, для мебели. Уже два куба ее заготовили. Вот она, купель стоит. Вот по ней сейчас как раз обзор я и сниму. Я не знаю, в это видео попадет или не попадет. Посмотрим при монтаже. Сегодня ночью я в Москву улетаю. Может быть, отдельным видео это запишем. Так что вот такие вот приключения у меня в течение дня происходят. Я думаю, что сейчас еще дальше будет что показать вам. А я пошел пока видео про купель допишу. Погнали ее смотреть. Доехал я до дома. Но домой еще рано идти. Время 5 часов вечера. В смысле рано, что мне еще в баню к Сереге нужно. Он там, посмотреть, что он там делает. Может быть, что-то подкорректировать. Да, и вам в принципе тоже показать. В общем, я пошел к Сереге в баню. Сейчас вам покажу, что там происходит. Вот видите, объявление рассада закончилось. И он меня стоит, ждет. Ай да, показывай, что сделал. В наколенниках. Значит, все нормально, работа движется. Его же пока не пнешь, он не полетит. Птица гордая. Вон там липа лежит. Это приготовили на подспиннике. Ну и комнату отдыха решили тоже липой сделать, не обрезной. Сделаем какие-то доски на подспиннике. А то сруб-то сосновый, чтобы смолы не было. Какие-то выберем для предбанника. Ну пойдемте сразу смотреть, что он там наделал. Оба-на, оба-на. Полы сколотил. Лаги установил. О, обналичку на дверях сделал из липы. Смотрите, красота какая. Ой, красота. Сделал обналичку на окне. Пол с щитами. Получается, смотрите, сделали. Лаги установили. Ну, Серега просто кирпичи подставил. На кирпичи, на уголках закрепил лаги пола. Они были 150-е. Сделал их сотые, потому что высоты потолка совсем не хватает. Сделал полы с щитами, чтобы их можно было вынести на улицу. Отшлифовал он их с одной стороны. Вот с этой стороны не шлифовано. А с обратной стороны они отшлифованы. И вот таким вот образом они просто на пол укладываются. В любое время можно вынести на улицу, просушить. А так пол аккуратненький. И поднять под полом, прибраться. Вот получается, раз щит, два щит, три щит и четыре щит. Вот, Серега, подсними, покажи высоту. На. Вот, ребят, смотрите. Он опять вот на камеру не смотрит. Вот, смотрите, вот такая вот высота здесь получилась. У меня рост метр восемьдесят пять, наверное. Раньше был метр восемьдесят шесть, но я сейчас уже вниз расту. И здесь еще, наверное, сантиметра два. Метр восемьдесят восемь может быть здесь. Ну, не высоко совсем получилось. Ну, нормально, здесь просто вышивали и не сделать уже было. И на отдельное видео мы с Костей записали по второму дыханию. Но здесь его еще только начали делать. Вот смотрите. Вот здесь вот будет второе дыхание. Сюда вставляется белый каучук, не каучук, не помню, как он называется. В общем, вот сюда вот он вставляется, чтобы для людей можно было поменять. И остальные элементы будут... Ну, Серега вот его еще не доставил. А остальные элементы, вот они. Вот он мне его подал. Вот так вот будет устанавливаться еще один элемент. И уводиться в стену. А здесь заглушка. Ну, по нему отдельное видео будет. Мы у Кости на канале... Ой, у Кости в бане сняли. Слушай, а что полки такие узкие? Сколько здесь? Сейчас, подожди, я рулетку достану, рулетку и померю. О, рулетка. 20, 40, 60. У меня точнее рулетка. 60. Вот, я же говорю 60, смотрите. У меня рулетка точная. А этот полок сколько получается? И этот 60. Что мало так? Неудобно на них лежать будет. Давай хотя бы полки еще на одну доску прибавим. Ну, что здесь сделаем? Еще на одну доску прибавим и здесь пошире нормально. Ты на этот ляжь, у тебя рука просто распадывать будет. Неудобно лежать будет. Вот эти морда у печи какая. Вау, горловина. Бак водяной поставили. Вот что-то с баком надо будет еще подумать, потому что высоты не хватает. Бак уходит в потолок. Ну, наверное, вот эту вот часть подрежем. Верхнюю часть подрежем и нормально будет. Я, правда, хотел здесь ППШ сделать. Вот, смотрите, здесь конструкция потолка какая получается. Сначала у нас идет липа, не обрезная. Дальше идет вензазор. Дальше идет фольга на крафт бумаге. Дальше черновой потолок. И вот сюда вот будет закладываться уже утеплитель. Здесь утеплитель будет лежать. В принципе, все элементарно, все просто. А дальше холодное чердачное помещение, которое продувается всеми ветрами. И андулин на кровле. А вон отверстие под дымоход сделано. Вот, ребят, вот такой вот день у меня сегодня получился. Я еще запишу видео по завтрашнему дню, потому что завтрашний день будет вообще супер крутой и очень-очень-очень длинный. Я не знаю, у меня завтрашний день, наверное, будет длиться часов 20, может 22 часа. Ну, прям длинный такой мощный день будет. Так что завтрашний день тоже отдельно запишу. Палец вверх ставим, на канал подписываемся. И давайте, всем пока. По скриптум. Серега не удержался, показал. Вот он пол постелил. Вот ступеньку сделал. И все, и сидит уже балдеет. Все, Сереге палец вверх поставьте. Он рад будет. Субтитры сделал DimaTorzok